Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часто Господь учил народ притчах, в образных историях. А совершенно реальная история, которую только что мы слышали, о десяти прокаженных, тоже может восприниматься как своего рода притча, как рассказ, наполненный символами. Рассказ о том, как к нам относится Господь Бог, как Он помогает человеку и как человек отвечает на Его помощь. Десять прокаженных людей, которым было запрещено приближаться даже к селениям, потому что они могли стать источником инфекции. Издалека, увидев Христа Спасителя, вызывают наставничек, помилуют нас. Даже таких людей, которые стали в силу своей болезни отвергнутыми обществом, доходит весть об этом удивительном учителе. И вот Господь отвечает нам, идите, покажитесь священнику, потому что именно на священнике в то время лежала обязанность свидетельствовать о выздоровлении. Еще на пути эти люди поняли, что они исцелились. И один сразу же вернулся обратно и воздал славу Христу Спасителю. «А где же девять остальных?» – спросил Господь. «Не десять ли исцелились? Как они не возродились воздать хвалу Богу?» Конечно, мы можем понять этих людей, они были отвергнуты обществу, им очень не терпелось вернуться домой, увидеть родных, близких, жертв, детей. Но вот как они могли забыть о том, кто им помог, кто их исцелил? И, конечно, каждая история, рассказанная Христом Спасителем, каждое реальное событие, о котором мы читаем в Евангелии, все это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней жизни, к каждому из нас. Господь нас милует, Господь нас прощает. Мы приходим в храм как прокаженные люди, люди, искаженные грехом. И Господь нас милует, исцеляет, прощает на все наши прегрешения. Более того, Господь дарует нам себя самого в таинстве причащения. И как мы на это отвечаем? Действительно ли мы возвращаемся к Богу каждую минуту своей жизни, чтобы Его благодарить, чтобы воздавать Ему хвалу? Преподобный Авросий Оптинский когда-то сказал такие замечательные слова, «Только благодари Бога, и Он тебя не оставит». Не потому, что Бог нуждается в нашей благодарности, а потому, что мы, когда Бога благодарим, то помним, что Он рядом с нами. Что все, что с нами происходит, и хорошее, и то, что нам кажется скорбным и тяжелым, все это дар от Бога. Потому что, говорит святой апостол Павел, любящим Бога все содействует хаббату. Все, что нам не спасает Господь Бог, является поводом Его благодарить. Но люди, мы это видим сами на себе, мы это видим на наших ближних, мы это видим на целом мире. Чаще всего в бедах обвиняют кого? Только не самих себя. Ближних и в своем безумии обвиняют даже Бога. И, конечно, когда мы так поступаем, когда другие поступают так, мы все удаляемся от Бога. И чтобы снова повернуться к Богу, надо понять, что Бог любит нас настолько, что Он Сына Своего Единородного послал в этот мир, чтобы Христос Бог, Единородный Божий Сын, зашел на крест и своей драгоценной крови искупил нас от рабства греху и рабства дьявола. Если мы помним о том, как нас любит Бог, что Он сделал для каждого из нас, то, конечно, мы будем благодарить Бога за все. И это станет основанием всей нашей духовной жизни. Мы будем благодарить Бога, потому что будем стремиться Его любить. И, наверное, особое благодарение в Троице поклоняемого Бога – это Божественная Литургия. Одно из названий нынешней службы Литургии – это Евхаристия. Это греческое слово и означает «благодарение». Мы благодарим Бога, приносим Ему свою молитву, свою любовь, свою надежду. И, уходя из храма, мы помним, что мы не покидаем Христа Бога, потому что Господь всюду, Господь может обитать среди нас, обитать в Церкви. И Господь с нами настолько, насколько мы о Нем помним. А насколько мы о Нем помним, настолько Господь нас благословляет, потому что действительно память о Боге, любовь к Богу – это то самое главное, что есть у каждого из нас. Дар жизни, дар веры, за что мы приносим Богу хвалу и благодарение. Слава Богу! За все! Аминь!